Всем здравствуйте! Сегодня мы будем шить накидку. Мы ее сегодня раскроем сразу на ткани. Вот она представлена в таком цвете баклажан. Шить я ее буду из ткани джерси, из интернет-магазина из мира. Ссылочку оставим в описании. Уже хочется весны, пусть она побыстрее приходит. И, конечно же, для весны нам нужны будут какие-то кардиганы, какие-то накидки, легкие пальто и так далее. Вот накидка, да, не кардиган. Накидка, которую мы будем сегодня с вами кроить. Она смотрится вот так вот сзади. Видите, такая вся клешоная, свободная. Ее при желании можно, конечно же, сделать и длиннее вот этот край. Вы посмотрите, там раскрою вообще такой элементарный. Спереди она идет якобы на запах. Закладывается один край в петлю. Мы с вами будем рассматривать еще, как она выглядит, когда я вытащу. И край, видите, вот так вот свисает. На самом деле сюда можно при желании брожечку повесить, тем самым украсить это изделие. Прекрасно подойдет, если мы с вами будем одевать и даже под платье. Если мы возьмем с вами, оденем платье, ну, естественно, оно должно быть прямое в виде футляра, зауженное. Будет очень интересно смотреться с брюками, с юбкой. Ну, такая вещь, я думаю, что она не будет лишняя в гардеробе при всем, при том, что здесь такая простота. Вот простота самая-самая как бы легкая. Сейчас мы рассмотрим, как она как бы выглядит вообще. Вот этот простейший крой, которым мы сегодня с вами будем заниматься. Вот такой вот будет кусочек ткани. О расходе я полностью в видео все скажу. Оставайтесь с нами, будем шить эту накидку. Начинаем построение. Ткань подготовили. Ткань я сложила вдвое и отрезала длину метр семьдесят три. Ширина ткани нам подойдет, если будет полтора метра или метр сорок. Вот у нас проходит сгиб ткани. И вот здесь у меня будет как бы низ. Именно низ, который будет идти на спиночке. Поэтому сейчас от низа, от края, я откладываю шестьдесят три сантиметра. Вот я буду откладывать в двух местах для того, чтобы провести ровную линию. Вот так вот. Чуть-чуть передвинем. Как бы смысл здесь ничего сложного и нет. Теперь нам необходимо... Вот смотрите, вот эта точка. От нее вверх мы берем три сантиметра. Мы сейчас с вами как бы простраиваем линию горловины. Три сантиметра. Вот так вот обозначаем. И в сторону десять сантиметров. Вот здесь у нас будет проходить как бы середина спинки. Десять. Оформляем линию горловины. Еще раз повторюсь, десять сантиметров. Значит, вот здесь вот десять, вот здесь вот мы отложили три. Вот три сантиметра. Далее. Вот точки. Три сантиметра вот мы убрали с вами. А откладывали мы шестьдесят три. Значит, у нас шестьдесят сантиметров нужно будет откладывать от всех вот этих вот линий. Значит, вот так вот по прямой шестьдесят у меня получается. И дальше я откладываю шестьдесят сантиметров. Сейчас будет все понятно. Пока еще как бы не совсем, что тут я строю. Ну вот сейчас это у нас спинка. Мы сейчас с вами простраиваем то, что идет на спиночку. Вот так вот. Шестьдесят. Прорисовали. А теперь далее откладываем. Вот три сантиметра. Вот это у нас спинка. Вот у нас горловина спинки. Теперь десять сантиметров вот эту вот ширину, которую мы взяли. А в целом это будет двадцать сантиметров ширина. При желании можно ее сделать, конечно же, меньше. И дальше мы откладываем дальше до самого низа. Так, передвигаю. Равняем ткань. И вот так вот эти десять сантиметров, естественно, мы с вами до самого низа все проводим. Так, теперь нам необходимо шестьдесят сантиметров кругом повторить. От линии, которую вот мы с вами десять сантиметров откладывали, от нее, именно от этой линии, откладываем шестьдесят сантиметров. Обработка может быть разной тканей, которые лучше использовать. Сюда мягкие ткани, которые хорошо будут выкладываться. Трикотаж, который у меня прекрасно подходит. Джерси, он будет и выкладываться хорошо, и мягкий будет. Вот так вот, шестьдесят. Теперь нам останется сейчас с вами вырезать. Потом мы еще будем один кусочек, один край, вот так вот на тридцать сантиметров отрезать. Но пока я вырезаю, вот так вот, как и есть, сложенное вдвое. Вот так вот и вырезаю. То есть сейчас мы получаем такую интересную конфигурацию с вами. Так, сейчас вот отрезаю по краю излишки. Это у нас как бы будет низ, можно сказать, низ изделия. Это та часть, которая будет идти к середине переда. При желании, если вы хотите, чтобы у вас вот здесь вот вырез был меньше, конечно, мы можем с вами, ну, смотрите, вот так вот брать и немножко сделать меньше. Ну, вот я тоже чуть-чуть сделаю меньше, чтобы было не так сильно широко, потому что вот здесь вот я еще буду подворачивать, поэтому как бы сделала такой небольшой-небольшой припуск. Ну, и вам, конечно, тоже рекомендую его все-таки сделать. Все, отрезаем. Обработать можно края оверлоком и в подгиб. И этого будет достаточно. Края, которые внизу, можем оставить их спрямленными, можем тоже как-то изменить. Здесь уже зависит от желания. Теперь снизу, с левой стороны, потому что у нас идет как бы как застежка, да, справа налево, с левой стороны я буду срезать сантиметров 30. Итак, пишу, что вот у нас 30 сантиметров. И я буду срезать именно один слой. Смотрите, вот видите, этот я оставлю как есть, то есть он будет длинный. А вот этот слой я срежу. Поэтому вот так вот сдвигаем. Смотрим, чтобы была одна толщина. И отрезаю. Из отрезанного кусочка мы с вами будем делать как бы фиксирующую деталь, которая зафиксирует нашу с вами накидку. Ну, все, в принципе, как бы накидка готова. Осталось нам определить местоположение, где мы будем пришивать саму петелку. А петелку мы, смотрите, как с вами сделаем. Мы ее будем пришивать, ну вот приблизительно мы возьмем и разделим пополам. То есть вот 30 сантиметров. Я беру 30 и вот здесь делю вот эту часть. Ну вот, получается у меня как бы центр. Поэтому мне нужно расположить ее, ну вот, ближе к середине переда. Вот здесь вот. Ну, наверное, где-то вот так. Потом эту петелку мы с вами можем, конечно же, сдвинуть по желанию в ту сторону, какую надо. Размер можем тоже с вами делать больше, делать меньше. Нам самое главное, ну, наверное, она у меня будет такая, сантиметров около 20. Это я с изнаночной стороны нарисовала. Все, теперь будем шить. А теперь, что мы сейчас делаем с вами? Обрабатываем срезы. Вот так вот в круговую я обработаю все срезы. Но вот эти вот края для удобства работы. Я хочу вот так вот их скруглить. Можно, конечно, этого не делать. Каждый как хочет, но я сейчас все скругляю. И полностью сейчас иду в круговую оверлоком обрабатываю. После чего, после обработки, на изнаночную сторону делаю подгиб и строчку. Вырезаю петлю. Она у меня будет в долевом направлении. Вот 30 сантиметров мы срезали. И вот ширину, какую вы хотите. То есть я сейчас вырежу пошире. А потом, если мне будет необходимо, я, естественно, сделаю поуже. Это мы с вами можем уже рассмотреть на манекене, на себе. Вот так вот здесь потом я буду сшивать ее, выворачивать. Ну и она у меня, конечно, очень-очень длинная. Вот так вот я пока вот так вот срезаю. А потом в процессе посмотрю, на какой все-таки величине остановиться. Вот весь принцип раскроя по пошиву. Я думаю, вам тоже все-все понятно. Вот так вот смотрится она. Очень эффектно. Шьется быстро. Расход ткани метр семьдесят три. И получаем вот такое прекрасное, интересное изделие. Надеюсь, видео для вас было полезным. Подписывайтесь на наш канал. Желаю всем удачи. Всем пока.